Семилетний Дима аутист, его нельзя назвать спокойным ребенком. По словам его мамы, из-за своего заболевания мальчик не может долго находиться в больнице. Вот и в тот день они ждали три часа, а когда ребенок закапризничал, решили пройти, не дождавшись своей очереди. Причем все остальные пациенты не возражали, понимая и сочувствуя матери. Однако хирург отказался их принимать. Мы уже перешли, я так, ну а на ты, началась повышенная речь с его стороны. Я сказала, пожалуйста, на меня не повышайте голос. Дальше, также цитирую, закрой свой рот. Три раза, по-моему, вот эта фраза была с его произнесена, закрой свой рот. Документы отшвырнул, встал, открыл дверь, начал выталкивать ребенка, пошла вон из кабинета со своим ребенком-аутистом. Я, как заведующая отделения какой-то там больницы, я уже не раз слышала, я отказываю тебе в приеме. Пошла вон. Сегодня родители ребенка вновь пришли в поликлинику. Они требуют объяснений. Их до глубины души задел факт, что медик так бесцеремонно относится к особенным детям. Скажите, пожалуйста, кто полномочивает ваших сотрудников в такой форме разговаривать с родителями особой детей? Ну, в такой форме ни с какими людьми не разговаривать. Тем более. Ни с больными, ни со здоровыми. Возмущенную маму приняла заместитель главного врача поликлиники Васильева Дина Терещенко. Выяснилось, что в тот день дежурил хирург по фамилии Халиулин. С ним самим поговорить не удалось. Врач ушел на больничный. Инна Цифаркина написала жалобу. В ситуации пообещали разобраться. Как можно оценить хамство, грубость, безобразие? Есть какая-то другая оценка? Варианты есть оценки? Ага! Ну, однозначно. Если действительно такой факт был, однозначно. Сегодня в Минздраве Татарстана прошла пресс-конференция, посвященная принятию этического кодекса врача. Среди прочих тезисов выделяется самый главный. Врач всегда должен вести себя с пациентом корректно. Однако, по словам матери, ребенка-аутиста в этой ситуации с ними поступили как минимум грубо. Сейчас по этому факту ведется проверка, на чьей стороне правда покажет время.